Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В нашей стране каждый пятый водитель, который погиб в ДТП в прошлом году, не был пристегнут ремнем безопасности Четыре года назад, информирует Госавтоинспекция, ситуация была хуже, не пользовался ремнем практически каждый второй шофер Что касается пассажиров, то по ним цифры в 2019 были примерно такими же ГИБДД напоминает, что использование ремней безопасности наполовину снижает вероятность гибели в автоаварии водителя и переднего пассажира Пассажиров на заднем сидении на четверть Трасса 101 В Москве усилили контроль за автомобилями с номерами других регионов Многие из них едут в столицу, не оформив специального цифрового пропуска Чаще всего речь идет о транспорте с Владимирскими, Калужскими, Питерскими, Тверскими и Тульскими номерами Только за первый день работы системы, фиксирующей машины без пропуска, было выявлено 230 тысяч нарушителей Каждому из них полагается штраф в 5000 рублей Шкода в скором времени собирается представить новый кроссовер Машина получила название Клик Чехи готовят ее как конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta Автомобиль предположительно получит полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью полторы сотни лошадиных сил Трансмиссия – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями Внутренними фишками модели станут в частности цифровая приборная панель И дисплей мультимедийной системы в отдельном планшете диагональю около 30 сантиметров Трасса 101 Автоваз готовится применять на своих моделях двухцветную окраску кузова Об этом сообщает издание «За рулем» Новое покрасочное оборудование некоторое время назад получил филиал предприятия в Ижевске Предположительно, первый двухцветный кузов, речь идет о черной крыше, получит Lada Vesta Sport Трасса 101 В Рязани открылся салон по продаже легковушек, выпущенных в советское время Идею реализовал один из местных коллекционеров ретромобилей Машин у него немало Есть «Волги», «Жигули», «Москвичи», «Восьмерки», «Девятки» и другие модели Многие из них находятся в отличном состоянии, пробег у них минимален Что касается стоимости авто, то она немаленькая Например, за 24-ю «Волгу» 1973 года выпуска Надо выложить более 1 миллиона рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101